Друзья, всем привет! Вы на канале Python Today и сегодня мы расширим наш метод отправки сообщений в Direct. Разберем, как же делать массовую рассылку, но это лишь пол-дела. Я также покажу вам, как с помощью Selenium мы можем эмулировать выбор и отправку изображений в Direct. Эта функция присутствует на большинстве сайтов и данный навык может оказаться весьма полезен вам в будущем. Давайте первым делом создадим файл, в котором у нас будет храниться переменная со списком пользователей для массовой рассылки. Мы, конечно, могли бы просто передать список в метод, но на мой взгляд так будет лаконичней. Импортируем наш список и изменим один из параметров нашего метода. Получив список пользователей, нам нужно пройтись по нему циклом и на каждой итерации находить нового пользователя, добавляя его в список получателей Инстаграма. Давайте также добавим проверку на наличие сообщения. Вот, собственно, и все. Скрипт массовой рассылки сообщений в Direct готов. Нам осталось добавить возможность отправки изображения. Давайте добавим новый параметр ImagePath в метод. Это будет путь до нашего изображения и по дефолту он будет пустым. Далее пишем условия, что если мы передаем путь до изображения, то будет происходить его отправка. А если нет, то ничего не произойдет и скрипт завершится. Нам с вами нужно симулировать действие нажатия на кнопку выбора изображения на компьютере и его отправку. Сделать это весьма просто. Если вы сталкивались с бэкенд или фронтенд разработкой, то наверняка знаете, что файлы передаются с помощью форм. В коде Инстаграма, конечно же, есть такая форма. Давайте скопируем путь до ее инпута и вызовем метод sendCase, в котором нам необходимо передать абсолютный путь до изображения, которое мы хотим отправить. И давайте попробуем запустить наш метод с параметрами списка пользователей, сообщением и путем до изображения. Продолжение следует... Как видите, все достаточно просто. Только будьте аккуратны и не забывайте про лимиты. Мы с вами автоматизируем процесс, убирая ручную работу, но все-таки нужно не забывать, что эмулируем мы действия человека. В следующем видео мы рассмотрим смену аккаунтов и я покажу вам, как можно выполнить все действия закрытым окном браузера, фактически не нагружая ресурсы компьютера. Именно так и работают скрипты на серверах. Код проекта будет доступен на GitHub и в Telegram канале, в котором вы найдете еще много полезной информации. Ссылки будут в описании. Спасибо за просмотр, друзья. Если видео было вам интересным, полезным и вы хотели бы больше уроков и практики на Python, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!